Всем привет и добро пожаловать во вторую часть подведения итогов моего полуторагодового хобби. Ссылка на первую часть будет внизу в инфобоксе. В этой части я покажу вам раскраски, которые являются моими самыми-самыми любимыми. Я люблю все свои книжки, но некоторые все же приносят мне чуть больше радости. И одни из них это, несомненно, раскраски от Лиззи Мэри Каллен. Мне иногда самой удивительно, как же много я уже картинок в них раскрасила, но это действительно книжки чисто антистресс для меня. Раскраски Лиззи плюс яркие интенсы и можно просто отключив голову, наслаждаться буйством красок и Магия городов Лиззи Каллен, моя самая первая раскраска от нее. Это книга, которую я надеюсь однажды полностью закончить и получить раскраску, сделанную, заполненную от корки до корки. Магия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Волшебное путешествие Magical Journey Я считаю лучшей раскраской, которую Лиззи Каллен создала на данный момент И очень жаль, что ее не выпустила Альпина Хотя в иностранном издании бумага чудесная Она немного тонковатая, но очень гладкая Ингтенсы размываются в ней замечательно И мне больше всего нравится самый первый разворот с картой Картинки, где есть человеческие фигуры, мне нравятся меньше Или это я их еще не научилась раскрашивать, чтобы они не выглядели совсем уж мультяшными Либо это просто мне не подходит манера, в которой Лиззи рисует персонажей Но тем не менее, мне нравится ее раскрашивать последовательно Словно я путешествую с Лиззи и ее мопсиком И здорово, что здесь она расширила географию И можно картинки со всех пяти континентов посетить И сделана она все в той же технике Это 90% ингтенсы и немножко кохинор-манделузов Очень многие картинки здесь я раскрашиваю благодаря тому, что я создаю в Фейсбуке В группе любителей картинок Лиззи Мэри Каллин И каждые две недели у нас там челлендж То есть совместное раскрашивание какой-то картинки По кругу мы выбираем картинку из одной из пяти или шести книжек Лиззи И благодаря этому раскраска потихоньку медленно, но верно продвигается И, кстати, вот японский раздел – это мой самый любимый в этой книжке И, кстати, в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне не нравятся меньше, чем три первые книжки «Рождество, города и путешествия», но в каждой из них есть своя прелесть. Французская мне нравится, потому что мне нравится все французское, и страна, и язык, и картинки есть очень неплохие, хотя раскрасила я здесь только одну. Английская получше, и здесь на удивление мне нравятся персонажи здесь, и персонажи Шекспира, и Диккенса, и английской истории. Видно, что в эту раскраску Лиззи больше любви вложила, все-таки это ее родина. И в следующем году, надеюсь, что по крайней мере замки и сталь лихо я точно пораскрашиваю. Следующая раскраска от Good Wives in Edwarriors. И тоже она очень красивая, но раскрашен у меня в ней всего один разворот, помимо титульного листа, где я тестила материалы. Вообще никаких претензий к этой раскраске нет, кроме того, чтобы хорошо было бы, если бы они написали название животных и растений, и мне было бы легче искать референсы, чтобы раскрашивать реалистично. Но раскраска классная для тех, кто любит природу и животных. Все на высоте и качества, и прорисовка, и детализация, и разнообразие сюжетов. Раскраски от Dennis Kled, еще один чистейший воды антистресс. Я называю это без улыбки, не садиться раскрашивать, потому что они сплошной позитив. Они совершенно не сложные в плане техники, в плане выбора цветов. Можно выбирать все, что угодно, можно красить как хочешь ярко. Реализмом здесь и не пахнет, но зато позитива и хорошего настроения хоть отбавляй. Феечки мне нравятся чуть меньше, у меня там полторы картинки, а русалки просто моя любовь. Во-первых, как обычно, акварель. К ней можно сделать фоны, картинки односторонние, бумага отличная для всех видов карандашей. И птички, свинки и кролики, это моя большая любовь. Ну и упитанные русалочки тоже добавляют позитива. И большое удовольствие каждый раз открывать эту раскраску. И я уверена, что даже в зимний период я найду картинку, которую пристрою как-то под зимнюю тематику. Следующая группа раскрасок, это просто моя тематика на 200%. И начнем мы с мифов и магии, где у меня хоть и раскрашена всего одна картинка, но с этими раскрасками на тему фей, принцесс, русалок, средневековья, рыцарей. У меня срабатывает такой принцип, что мне даже не столько нравится их раскрашивать, сколько любоваться на фантастически талантливую работу художников. И жемчужина моей коллекции я до сих пор считаю землю снов Томислава Томича. Мне ее и не сложно раскрашивать, и получаю я большое удовольствие в процессе. Но и от созерцания просто работы автора я получаю не меньшее удовольствие. Поэтому я не переживаю о том, что заполнилась она у меня ненамного за этот период, за те полгода, которые я снимала в последнее обзорное видео. Но разворотом, например, с рыцарем и принцессой я довольна. Иллюстрации к сказкам еще одна моя любимая тема, и поэтому таинственная библиотека тоже относится к числу моих любимец. И мне нравятся несколько разворотов, которые я сделала. Например, и Алиса с картами, и девушка с соседними листьями, и Лебединое озеро. В ней хорошо у меня работали и Фаберка Стэл Эко, бюджетные карандаши. И абсолютно идеально колорсофты. На мой взгляд, они просто лучшие для этой бумаги. И акварельная подложка, по счастью, акварель не протекала. И Лебединое озеро, мой любимый разворот. Для всех законченных картинок, которые я показываю в этом части обзора, у меня есть видео с отснятыми процессами. Они сгруппированы в плейлисты по названиям книг. Так что, если кому-то интересует выполнение более подробное какой-то из работ, заходите в раздел плейлисты, там все можно найти. Или же оставьте мне комментарий, я брошу вам ссылочку. Следующая группа раскрасок. Тексты раскраски, в которых, к сожалению, сделана одна, максимум две странички. Но они, тем не менее, тоже очень любимые. И начинает эту часть раскраска от Эмили Оберг. Книга, которой я очень долго была убеждена, что никогда не появится в моей коллекции. Мне не нравился стиль автора. Но когда я взяла ее в руки, это была любовь с первого взгляда. Вообще, я поняла, что очень здорово иметь в коллекции книги с разной степенью детализации, с разными сюжетами и от разных авторов. Потому что у каждого из них своя стилистика и переключение между раскрасками позволяет не соскучиться, не замыливается глаз, что называется. И использую я разные материалы при переходе от одной книги к другой. И почему-то именно фаворитом этой зимы у меня является даже не магия Рождества Лиззи Калин, а больше всего как раз мне хочется раскрашивать Эмили Оберг. Но мы пойдем дальше по раскраскам в стиле фэнтези. Первая из них книга от Энн Стоукс. Обзор тоже есть на моем канале. Но я в ней еще ничего не раскрасила в самой книжке. Раскрашивала я только открыточки тоже от Энн Стоукс. Горжусь ими, и поэтому еще никому не подарила. Даже не знаю, расстанусь ли с ними на Новый год, потому что моя первая удачная попытка раскрасить лица акварелью. Может быть, я оставлю их себе. А может быть, все-таки кому-то подарю. Абсолютно чудесные книги, что фэнтези арт от Энн Стоукс, что раскраска от Брайера. Она, наверное, очень близка к тому, как я ее люблю, к книге Томича. Хотя тоже всего одна работа, но я ее отложила на начало года, после того, как спадет новогодняя лихорадка. А вот это еще две жемчужины моей коллекции. Раскраски от Канука Ягузы, Рапсодия и Минуэт. Великолепно все. Работа автора, качество книги. И в каждой из книг я пока сделала по картинке, посвященной Хэллоуину. Но сейчас я возьмусь за зимнюю тематику. Я как раз разбила этот обзор на две части. Думала вторую часть снять попозже, когда заполню те книги, в которых я отобрала для себя картинки с новогодними и зимними сюжетами. Но раз попросили снять побыстрее, я сниму все-таки итоговый обзор. А следующие заполненные картинки пойдут уже в следующий отчетный период. Увы, сезоны Ханны, времена года на русском. Пока у меня отмечены только половинкой осенней картинки. Следующая это раскраска, посвященная книге, фильму «Принцесса-невеста». Одна из недавно мною полученных, поэтому ничего в ней не изменилось в том моменте, как я показывала вам обзор. Титульная страничка и пара тренировочных портретов. Я неимоверно довольна, что у меня в коллекции есть обе раскраски от Анастасии Колдаревой. И я даже не могу сказать, какая из них мне нравится больше, русалки или драконы. Титульная страничка и пара тренировочных портретов. Следующая стопочка это раскраски, на которые я еще не успела снять для вас обзоры. Это «Фэйри Лейн» от Барбары Ланса. Моя первая-единственная раскраска от «Серая» от Молли Харрисон. Я все еще пытаюсь понять, как красить серая раскраска, чтобы это выглядело более-менее нормально. И две книжки, которые мне прислали на обзор, которые я еще не сделала. «Голландские толстушки». И, конечно же, страшно прекрасная «Бьюти Хоррор» вторая часть. Ну и последняя часть раскрасок это те, которые, к сожалению, в последнее время обделены моим вниманием. В них или же сделаны по страничке для обзоров, или они просто ждут своего звездного часа, который, я уверена, когда-нибудь наступит. Первая – это «Айаваска». Наверное, одна из самых необычных раскрасок по содержанию. Раскраска от «Creative Heaven», посвященная иллюстрациям по мотивам рисунков Альфонса Мухи. Одна картинка сделана маркерами, копиками и электросетами. Таинственная земля у Чайна. Одну картинку я сделала к Хэллоуину. Тут, к сожалению, бумага слегка не радует. И эта раскраска, кстати, отличается тем, что в ней иллюстрации повторяются по два раза. «Мир романов» Деби Маккомбер. Неплохая книга, чтобы тренироваться в ней раскрашивать акварелью. Но она мне почему-то кажется книжкой более легкой. Раскраска «Стартрек». Я даже не знаю, хочу ли я ее раскрашивать, просто как большой любитель «Стартрека». Мне нравится иметь ее в своей коллекции. Я люблю ее даже не раскрашенную. Я вот одну страничку в ней сделала. Всем довольна? Раскраска, которую мне автор присылал на обзор «Голубая ива». В ней я сделала не картинку, а бумажную совушку украшения. И последняя полученная мною книга из Голландии с любовью. Замечательная, изысканная раскраска. Весной будет одной из моих любимец. Книга, которая мне до сих пор очень нравится, дизайны в стиле стимпанк. Но, тем не менее, я еще ни одной девушки и ни одного стимпанк-красавца не раскрасила. И шведская раскраска, мифологические создания. Опять же, мне нравится, но пока пустая. Париж акварелью я купила тогда же, когда свою первую раскраску, посвященную Парижу. Она сделана очень интересно в ней. И какие-то краски якобы даны. Очень красивые дизайны, прекрасно проработанные. Плотная, как картон, белая бумага. И понятно, что ждет она того времени, когда я почувствую себя более уверенной в раскрашивании пейзажей, чтобы не испортить такую красоту. Ну и последняя группа. Это раскраски, к которым мне очень сложно подобрать материал для раскрашивания. К примеру, Romantic Country у меня появилась задолго до призм. И у меня в ней плохо ложилась и акварель, и колорсофт, и почему-то. И это в тот момент слегка отвратило меня от этой раскраски. Мне картинки в их нераскрашенном виде нравятся больше, чем то, во что они превращались при моей попытке их раскрасить. Я видела сотни примеров замечательных работ из этой книги от других колористов. Там удавалось преодолеть легкую такую детскость и наивность стиля автора. Но мне пока вдохновение меня так и не посетило, чтобы вернуться к этой раскраске и выбрать какую-то картинку и попытаться с помощью призм превратить ее во что-то интересное. Такая же проблема у меня с Шерлоком. Мне нравится сама раскраска, но в ней есть две проблемы. Это очень тонкая бумага, поэтому фон акварелью не сделаешь. Я на первом развороте попробовала, это была просто катастрофа. Вот сейчас у меня появился акрил, я попробую акрилом. И вторая проблема это, конечно же, лица, на котором черными линиями обозначены теневые участки и там нужны какие-то кроющие карандаши. И нужно разгадать загадку, как же некоторым мастерам удавалось сделать лица вполне реалистично выглядящими. Спасибо вам за то, что вы посмотрели две части моего итогового обзора коллекции и законченных работ. Мне самой было очень интересно пересмотреть итоги за 6 месяцев. Спасибо всем тем, кто за это время оставлял добрые комментарии. И до следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок